Девушки отдыхают Он сказал, ты мне не брат, он мой брат Если Иисус сказал, что Бог един, тогда почему существует Троица? Спросить меня, почему существует Троица, это как спросить меня, почему существует Луна, она просто есть Но Троица, понятие Троица, как мы знаем, было понято из одного из неясных высказываний Иисуса Но есть только одно прямое высказывание, действительно однозначное, говорящее от Троица Это Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 7 Ибо свидетельствует на небе Отец, Слово и Святый Дух, Исии 3, суть едина И три свидетельствует на земле Дух, Вода и Кровь, Исии 3 об одном Эти слова используются как обоснование того, что якобы все, что говорил Иисус, было именно об этом К сожалению, сами исследователи Библии доказали, что это никогда не было частью оригинального текста Библии И эти слова не были присоединены к Библии до ее латинского перевода Поэтому библейские ученые в 50-е создали нечто названное N-I-S-I-B Снятое с печати, новое исправленное стандартное издание Библии И это один из стихов, который они выкинули Вместе с историей о том, что Иисус просил блудницу и другими моментами И эти исследователи Библии, коллегиальный орган исследователей Библии сказал Евангелие от Иоанна 7.5 никогда не являлся частью подлинника И появился только в латинском переводе В итоге его удалили Но Иисус говорил Бог един Спасибо Есть еще один вопрос, связанный с предыдущим Сестра спрашивает совета, как сделать наставление Призвать к истине ее маму, которая верит, что Бог это Троица Чтобы она уверовала, что Бог един Мой ответ той сестре будет таким же Скажите ей, пусть прочитает издание Библии с красными буквами Прочитай только красное, пропуская все остальное Если вы найдете Троицу там, тогда у нас серьезная проблема Потому что Иисус говорил только в непрямой форме В таких стихах, как «Я и Отец одной и подобных» И такие высказывания не понимаются буквально Он четко отделял себя от Бога, которому поклонялся Так что Иисус не говорил о Троице Это нечто, что появилось позднее Даже если посмотреть в раннюю историю церкви Споры, которые разгорались в первые три века христианства Были о природе Христа Были церкви Были места поклонения На территории Палестины, на территории Северной Африки В Восточной Африке Где верили в Иисуса, как в Мессию Что Бог един Что Он его пророк, посланник и Мессия Эти церкви были искоренены после Никейского собора После Никейского собора было постановлено И эти римские епископы, обладающие властью и авторитетом Прямо как сегодняшние политики Все переиграли Они постановили, что Матвей, Марк, Лука, Иоанн, апостолы Книги Павла Это то, во что мы должны верить И это наш символ веры А если вы не согласитесь с этим Вам отрежут язык Ваши книги сожгут Вас посадят Вас убьют То есть Вот что произошло С искоренением ранней церкви Которая следовала Иисусу У нас есть свидетельство Не только в исторических документах Но также в исламе У нас есть свидетельство человека Сальмана Альфарси Перс Который сказал, что следовал Иисусу Как Божьему Пророку И посланнику И что на земле осталось всего несколько таких И его последний учитель Который был последователем Иисуса Мессии Сказал ему И для нас это очень ценно Сказал ему Иди В город Медина Которая на тот момент была ятребом Потому что туда придет следующий посланник Он будет выглядеть так-то У него будет печать пророчества между плечами На спине Между плечами И Сальман Альфарси сказал, что именно так и произошло Когда он услышал, что пророк там Он увидел его И пророк сказал Ты смотришь на это на моей спине И показал печать И Сальман Альфарси принял ислам Потому что так ему говорили его учителя Которые следовали за Иисусом То есть у нас есть исторические ссылки Сальман Альфарси